Когда ты говоришь, Миша, ты ведёшь себя как говна, он говорит, это меня канцелить, пытаются. Что касается претензий и их обсуждения. Понимаете, нет никаких претензий, нет никакого недопонимания. Есть заведомо понимаемая человеком дезинформация и манипуляция собственной аудитории. Она аукается ему тем, что этой аудитории становится меньше. Вы можете посмотреть это и по просмотрам на YouTube-канале Михаила Светова, можете посмотреть это по реакции публичных людей на Михаила Светова, всё больше и больше людей говорит, что Михаил Светов сошёл с ума. Он называет это канцелингом. Но он вообще, как и любой человек такого типа, то есть манипулятор какой-то закрытой группы, постоянно придумывает врагов. Ну, как он, например, на стриме «Бахамедиа» сказал, что я, значит, Давид Хомок, Михаил Пожарский, значит, создали чат, где мы координируем на него атаки. Что, конечно, не является правдой и не может являться ни в каком смысле, потому что с Михаилом Пожарским мы тоже достаточно на ножах. Да и вообще не очень понятно, зачем нужен такого рода чат, потому что мы-то как раз и я, и Хомок, и Михаил Пожарский, как мне кажется, не представляем никаких групп, не агрегируемых вокруг себя. Я-то уж точно, я не политик, я человек, который не отстаивает какие-либо взгляды, я человек, которому просто важна фактология, и который им с вами делится, собственно, и собственным анализом тоже. Ну, вот, хороший он или плохой, это решать вам. Вот, и поскольку с Михаилом Светом я не вижу никакой возможности для дискуссии, потому что он использует дискуссию не для того, чтобы выяснить истину, да, или как-то свои ошибки или заблуждения, или сознательную манипуляцию брать, а он использует это для, собственно, наращивания своего лоялистского ядра, да, которое будет вот смотреть ему в открытый рот, несмотря ни на что. Я помню, первый раз мы закусились с ним в личке подробно, когда он просто написал пост большой про Южную Корею, и как она боролась с пандемией, где просто было враньё. Я говорю, Миш, зачем ты врёшь? Специально сегодня, кстати, эту переписку пересматривал. Я говорю, вот это, вот это, вот это неправда. Он говорит, что это всё, значит, левацкие СМИ, это всё неправда, и туда-сюда. То есть, у них семь бед, один ответ. Когда ты говоришь, что, ну, вот вам статьи, исследования, всё остальное, он говорит, это всё левацкая профессура, значит, это всё заговор леваков, и прочее. Когда ты говоришь, Миша, ты ведёшь себя как говнайт, он говорит, это меня канцелить пытаются, значит, вот, ни у кого не получится, против меня все сгруппировались, значит, сделали хейтерские чаты и всё остальное. Ну, то есть, риторика, которую в целом, если вы любите и знаете историю, достаточно понятно, кому присуще и для чего присуще. Вот, я не вижу возможности просто ни обсуждения публичного, ни каких-либо дебатов, человек, которым заведомо считает возможным и допустимым манипуляцией и прямое враньё. Как он это делает, например, с фальсификациями в США? И отвечая на ваш самый первый тезис, когда вы говорите, ну, как, люди же верят, слушайте, 30% россиян считают, что солнце вращается вокруг Земли. Неужели мы из-за этого теперь эту теорию должны сделать валидной? И говорить, что, слушайте, ну, раз столько людей верят, то, знаем, миллионы мух не могут ошибаться, правильно? Давайте её серьёзно рассматривать. Проблема в том, что её уже серьёзно рассмотрели. Как серьёзно рассмотрели и историю про фальсификации на американских выборах. И повторю ещё раз. Я просто не знаю, я это повторяю, 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 повторяю. Толку никакого. Не знаю почему, не знаю, в чём затык, если честно. Не понимаю, почему, значит, у людей ещё какие-то вопросы остаются. Система, в которой есть представители и того, кто заявляет о нарушениях, и тех, кто заявляет о том, что нарушений нет, и, собственно, прямые ставленники этого человека, и все суды, которые существуют в Америке, где есть представители и тех, и других политических сил, и все наблюдатели, которые были, и которые снимали весь процесс, и по результату нет ничего, что указывало хоть на какие-либо фальсификации. Если вы посмотрите русскоязычный интернет, то вам будут показывать, значит, вот эти полочки от почтового голосования, которые были и на выборах, когда избирали Трампа, который набрал десятки миллионов голосов также в почтовом голосовании. То есть, всё это объяснено, объяснено сторонниками Трампа, объяснено противниками Трампа. И, собственно, уже Майк Пенс даже считает, что Трамп в этом как-то куда-то не туда ушёл. Майк Пенс – ближайший политический человек Трампа. И, ну, то есть, вот мы взяли гипотезу, что выборы были сфальсифицированы. Единственная фальсификация, которую удалось найти, это то, что Трамп звонил в Джорджу и говорил, «Докиньте мне голоса». Вот какую фальсификацию удалось найти. Единственную. Как вы понимаете, это была не фальсификация демократов. И в чём проблема вообще с правдой и фактами? Что ты не можешь их выбирать. Они как бы существуют, ты можешь их только повторять, как я, как попугай. Это ни к чему не приведёт. Это не переубедит ни одного трамписта, я вам гарантирую. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. Субтитры создавал DimaTorzok